приветствую вас уважаемые автовладельцы и автолюбители несколько лет назад мы сделали выпуск посвященный нашим автомобильным вкусом я бы сказал фанатским и преданным вкусом ну а если говорить языком маркетологов то это индекс потребительской лояльности и вот некоторые нам пишут давайте делайте еще посмотрим как изменилась эта лояльность ну что же давайте тем более она действительно изменилась жень врубай шарманку пара слов о том что же такое индекс потребительской лояльности а он характеризует долю владельцев у которых нынешний автомобиль той же марки что и предыдущий то есть было скажем у некого автовладельца лада калина вышла новинка веста и он покупает ее то есть остался лояльным бренду лада и таким образом повышает индекс а вот если он взял и купил ну скажем киарео то соответственно понижает этот индекс для сравнения в том самом 2014 году про который мы и делали когда-то выпуск индекс повторной покупки выглядел вот так ну многовато информации поэтому заострюсь на первой десятке лидирует мерс в середке бмв а замыкала десятку при но однако сегодня мы копнем поглубже посмотрим я бы сказал на мега лояльность на индекс повторной покупки не марки а модели автомобиля то есть был у некого автолюбителя ну скажем рено колес вышел новый коля и он покупает его здесь надо заметить что покупка может состояться и через поколение или рестайлинг например никто владел ну скажем королой десятого поколения а после выхода одиннадцатого игнорирует его а вот после рестайлинга уже покупает и таким образом сохраняет лояльность не только марки тойота но и модели королла и так оперировать мы будем данными аналитического агентства автостад вот здесь подчеркнул они взяли по одной самой популярной модели у 32 авто брендов и выявили индекс повторной покупки обработав более десяти тысяч анкет ну что же о какой марки какой модели самые преданные фанаты которые голосуют не спорами в интернете поливая все дерьмом окромя разумеется своей тарантайки которые голосуют не плакатиками на стене дорогих машинок на которых они никогда не ездили и не купят а голосуют кровными заработанными деньгами на которой не покупает полюбившуюся машину и при этом еще не изменяют не только марки но и модели ну что же начнем с 10 место а здесь kia sportage с результатом 10,3 процента это обозначает что каждый десятый кто купил sportage сохраняет преданность модели и покупает ее вновь честно говоря все результат меня немного удивляет ведь я помню тест этого sportage сколько критики вызвал новый дизайн у корееводов да и не только и мы отмечали что предыдущее поколение можно было назвать красивым а вот это ну разве только копирование стиля porsche но тем не менее поездовым повадкам sportage нам понравился более того под конец теста я уже привык и к внешности и понял что в целом машина реально стала лучше похоже распробовали sportage и kia вода раз сохранили лояльность модели 10 место однако еще больше удивляет 9 место opel astra результат выше чем у киа на два с половиной процента вот у нас на тесте были разные астры и одно скажем машина достойная тогда что же меня удивляет да то что несколько лет назад концерн бросил своих фанатов и ушел из россии официально свернув продажи кстати и обслуживание судя по отзывам наших зрителей упала ниже плинтуса а сколько насмешек и издевательств в упомянутых интернет спорах выслушали владельцы опелей от оппонентов при том не только на словах но и в картинках поэтому отдаю должное переводом вы стояли и сохранили лояльность astra это ли не показатель что машинка то стоящая но и радостные новости от концерна peugeot citroen которому сейчас принадлежит opel французы в отличие от американцев джем которые убрали марку из россии намерены ее вернуть итак astra и девятое место в индексе повторной покупки восьмое место и эта позиция снова меня удивляет ведь в 2014 году сам бренд honda в индексе повторной покупки не вошел даже в десятку более того популярность honda в россии падала а модельный ряд сокращался шоурумы у дилеров представляли собой жалкое полупустое зрелище где приходится торговать лодочными моторами и газонокосилками более того премиум honda под названием acura в россии также не приняли и тем не менее хондоводы сохраняют лояльность ну а то что это серви не удивительно кроссоверы нынче в моде восьмое место едем дальше subaru forester с результатом 14 6 то что субароводы фанаты своих оппозитов это знают многие хотя у нас программе forester day subaru в целом гость редкий вообще так скажу если вы не фанат отжигать на симметричном полном приводе то тайну этого фанатства вряд ли поймете но если опять вспомнить 2014 год то бренд subaru стоял как раз рядышком с хондой а то что по индексу повторной покупки конкретно вошел десятку именно forester это закономерно седьмое место шестое место и шевроле niva ай да невоводы ай да сокины дети извиняюсь за грубость но это классика вот жалуетесь на слабый мотор а индекс аж 15 процентов и это при том что в 2014 бренд лада по потребительской лояльности стоял самом низу и я помню как тогда огорчились ладоводы они укоряли нас мол не унижайте вас но мы-то здесь причем это вы не покупали ладу повторно а мы просто констатировали данные нет конечно это него это шевроле но мы-то все прекрасно понимаем что крест луи на капоте это формальность в общем шниву никто не убил не дастер не крета как предсказывали многие поздравляем фанатов с шестым местом переходим к пятерке сильнейших skoda octavia не удивлен еще на первых тестах было понятно что у машины хорошее будущее в россии просторный салон огромный багажник ну и типа немец а к ним в россии некое особое отношение так что все говорило о том что машина станет одной из самых любимых у россиян конечно в последнее время увага полно косяков а еще и американцы постарались дизельгейтом однако skoda воды сохраняет лояльность и то что это именно октавия с ее более чем 15 процентами логично поздравляем октавия водов с попаданием в пятерку четвертое место и вот здесь думаю у многих будет разрыв шаблонов черри тига 16,5 и ведь это при том что в 2014 году по индексу лояльности бренд черри также был в пятерке только с конца и тут я скажу о китайцах в целом периодически катаемся на разных брендах и конечно видим прогресс однако нужно понимать что прогресс вызван тем что буквально недавно китайские машины были ну просто дном а расти от 1 легче и быстрее но тем не менее прорыва в продажах нет а многие автовладельцы просто не хотят китайской экспансии в россии и не покупают из-за принципа а вот то что именно черри лидирует в лояльности при том просто с невероятным процентом думаю это и заслуга тойоты ведь по сути тига это китайский рафик 4 конечно очень условно говоря и так четвертое место тиговоды удивили а теперь тройка лидеров ну надо же как поразительно говорю с сарказмом тойота и конечно камри я даже не знаю как замолвить словечко за эту модель которая два года подряд очень удачно выступает у нас погоняшках при том камри разных поколений а поэтому нас конечно обвинили что все подстроенный канал тойота дрочерский не то и не другое просто камри реальная удачная машина и то что именно она в тройке лидеров я не удивлён хотя нет удивлён почему не на первом месте видно есть фанаты покруче интересно кто на первом месте ford focus почему не на втором спросите да потому что сразу две машины с одинаковым результатом в 19 целых и четыре десятых процента но а второй чуть позже а вот за фокус я рад хотя по прежнему люблю именно 2 и надо отметить что десятые года у ford в россии отнюдь не радужные да что там просто провал продаж лишь в последнее время какое-то улучшение хотя я уже говорил что по слухам нас ждет сворачивание производства и сокращение модельного ряда но тем не менее фокусоводы подтверждают мнение которое я высказывал не раз отличная машина поздравляя фанатов с первым местом и кто же еще разместился на пьедестале ну конечно он герой народа логан те же самые 19 целых и четыре десятых процента что и у фокуса а вот я вспоминая как логана презентовали в россии честно скажу немного сомневался глядя на отнюдь не шедевральный видок новинки но вот она взяла и захватила сердца многих притом не только в россии но и во многих странах благодаря своей простоте и надежности при том некоторые именно этот угловатый логан считают самым настоящим и лучшим а впрочем судя по высокому я бы сказал победному индексу повторной покупки новый более смазливый логан продолжает начатое дело при том рено порадовала и кросс версии разумеется с обвесом и главное дорожим просветом аж до 195 миллиметров многие кроссоверы тихо курят в сторонке ну все держись бездорожья поздравляем логановодов и фокусоводов с победой самые фанатские модели 2018 года по версии агентства автостад то есть люди голосуют деньгами каждый пятый владелец слогана и фокуса покупает их вновь на сегодня все ставьте свои оценки и увидимся жень вырубай шарманку субтитры делал DimaTorzok